В Верховную Раду внесен новый законопроект. Украина, как известно, это парламентская республика. Так вот, народные депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за публичное отрицание факта агрессии со стороны России. Они могут вполне, от них можно этого ожидать, что они трешечку какую-нибудь отгрузят ему. Понятно. А зачем такой закон принимается? Поясните нам, пожалуйста. Может, у вас есть... Так у вас же у самих такой же закон. Разве не вы сами год назад приняли закон об уголовной ответственности за исторический ревизионизм? Разве в половине стран Европы нет законов против исторического ревизионизма? Но вы знаете, мы-то приняли на основании Нюрнбергского трибунала, это международная организация. Так по вам тоже будет Нюрнбергский трибунал отдельно. Потому что ни один человек в здравом уме не может отрицать российской агрессии. Где они берут танки? Где они берут буки? Где они берут ЗРК? Вы можете отрицать это до посинения, но идет война. Война, которую действительно начала украинская сторона между собой. Это был маленький гражданский конфликт на Украине, который вашими усилиями, который вашим оружием стал большой гражданской войной. И теперь войной между Россией и Украиной. Во время Второй мировой войны вы не могли отрицать германской агрессии. Во время Второй мировой войны у вас не было трансляции германского радио. Дело в том, что... Во время Второй мировой войны вы не относились с уважением к германской точке зрения. Точно так же и сейчас у нас идет война. То есть вы нас сравниваете с немецкой Германией, правильно я понимаю? Так, секунду, секунду, секунду. Значит, если вы сравниваете Россию с немецкой Германией, я еще раз напоминаю, что у нас этот закон действует на основании решения Нюрнбергского трибунала. Поскольку ложь по поводу российской агрессии на Украине не имеет никаких доказательств, у меня только один вопрос. Если действительно, на ваш взгляд, есть присутствие российских войск на Украине, как вы утверждаете, пугая друг друга вот этой вот российской агрессией там внутри Украины, почему до сих пор они не во Львове эти войска? Почему Украина еще не сдалась? Да потому что у вас кишка тонка. Потому что ваша армия такая же разваленная, как украинская армия. Потому что до Львова вы не можете дойти. Потому что вы помните, что было с вами в 37-м году. Я думаю, что сейчас очень много людей пригласят вас на чашку кофе во Львове. Молодой человек, почему вы тогда Крым обратно не хотите забраться до вас? У меня был период, Сережа. Пожалуйста, пожалуйста. Всегда нужно оставаться людьми. Ваш призыв понять. Можно, пожалуйста, Александр? Я хотел бы отделить братьев от небратьев. Люди, которые сравнивают фашистскую Германию с моей страной, это моральные уроды. Вы оскорбили каждого здесь, каждую семью здесь. И мою в том числе. Самое страшное, что вы оскорбили свою семью. И вот такое вообще нельзя пропускать. Это и есть та самая русофобия и пересмотр исторических фактов. Это чудовищное высказывание. Это первое, второе. То, что происходит в России... Одну секунду. Вы сами... Вот после заявлений безответственных и появляются вот такие вот персонажи. Это тоталитаризм и военный преступник. Ваше собственное правительство хвалило нацистскую Германию, ограничиваясь только тем, что они хорошо действовали до 1939 года. Ваше собственное правительство проводит политику эридентизма. Господи, откуда вы... Пожалуйста, это не украинские. Я не очень понимаю. Пожалуйста. Замечательный пример пропаганды русофобии на Украине. И нам всем надо вас просто пожалеть, потому что вы жертва пропаганды. Подождите, друзья мои, если вы в апреле, как я еще говорил, до того, как это случилось, что Аваков уничтожили бы Донецкую Абл-администрацию, уничтожили бы Луганское СБУ со всеми, кто там засели, со всеми, кто захватили власть, то вы бы не могли устроить сейчас гражданскую войну. А вы в Одессе? У нас на Томбассе. Вы в Одессе? Вы в Одессе не участвовали в Одессе? Я представляю. Господа, я понимаю ваше возмущение. Значит, давайте разговаривать спокойно. Нет, я в Одессе не участвовал, но только благодаря тому, что 50 человек в Одессе случайно погибло, только благодаря этому в Одессе нет войны, только благодаря тому, что эти люди погибли, все отошли от ваших идей. И все поняли, что русский мир им не нужен. Я бы хотела, пожалуйста, пожалуйста. Вадим, Вадим, я должен вам сказать, что вы, безусловно, имеете право на свою точку зрения. Мы, как бы, с уважением относимся к разным точкам зрения. Но когда вы такие заявления делаете, вы должны понимать, что вы, а, находитесь в России, в стране-агрессоре, да, как по-вашему. Это первое. Второе. Когда вы оскорбляете людей, которые погибли в Одессе, которые ведут борьбу за возможность разговаривать на собственном языке и избирать свою власть в Донецке и Луганске. Я просто хочу вас предупредить, я хочу вас предупредить, Вадим, когда вы говорите по-русски такие вещи, вы сильно рискуете. Короткий вопрос. Вадим, вот вы, как вы думаете, вот вы сейчас на первом канале, в прямом эфире, главного российского телевидения. Вот оружия у вас нет с собой, а то мне страшно, друзья мои. Нас сейчас всех расстреляют. Потому что даже по вашим понятиям невозможно врать всегда. Даже по вашим понятиям надо иногда слушать. Поймите, вот у вас можно в Украине врать всегда, а у нас есть такой вопрос. Так в Украине такие, как вы, вы упали каждый день. Дайте, пожалуйста, микрофон про российское телевидение. Молодой человек, ответьте, пожалуйста. Давайте, вы сказали, давайте, дайте ответить, пожалуйста. Давайте про украинский мир поговорим. Сейчас, сейчас, про украинский мир мы разговаривать не будем, его нет. Мы сюда приехали, почему я с своим родным не могу поехать. Я хочу дать возможность Андрею Караулу, который сохраняет...